МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами музыкант, который приехал к нам из Израиля, и поклонники знают его под именем Джей Севен. Здравствуйте, Джей. Здравствуйте. Джей Севен – израильский музыкант, мультиинструменталист, который играет на саксофоне, барабанах, испанской гитаре и блокфлейте. Свой сценический псевдоним артист выбрал не случайно. В этом имени заложены значимые для него цифры и символы. В своей творческой биографии Джей Севен прошел различные этапы становления. Это и выступление в составе эстрадно-симфонического оркестра, и участие в музыкальном шоу, а также многочисленные сольные концерты в разных странах мира. Сейчас мы готовились здесь к интервью, слышали звуки вашей репетиции, горячие латиноамериканские ритмы доносились, и что-то лирическое. Расскажите о том, какой репертуар вы сейчас исполняете. Везде, в рекламах, в афишах, в интернете говорится о том, что я играю именно концерты романтической саксофонной музыки. Помимо саксофона я еще играю и на барабанах, на гитаре, на блокфлейте. Поэтому надеюсь, что все получится, что все срастется, и помимо всего я буду играть еще и на барабанах. Это уже такой, скажем, нюанс, вопрос времени. А что касается некой атмосферы, которую вы хотите достичь во время своих выступлений, это какие-то в большей степени ностальгические, такие романтичные ноты, или у вас какой-то такой более широкий спектр эмоций? Какое соотношение? Когда мы говорим о саксофоне и когда мы говорим о флете, вы правильно заметили, это все-таки, да, эмоции больше в сторону романтики такой. Когда я играю на флете, там, наверное, все-таки больше какая-то нежность, любовь. Да, отчасти ностальгия, смотря у кого, с какой музыкой какие ассоциации. Помню, мне в Инстаграме одна женщина прислала такой репост. Я не знала, что такое музыка любви. Вот послушав Джей Севена, я вспомнила свою первую, там, любовь, там, ну, какие-то вот вещи ее тронули. То есть у нее ассоциации именно, кстати, с одиноким пастухом у нее были ассоциации. Видать, не знаю, она первый раз поцеловалась, наверное, под эту музыку, не знаю. Но вот саксофон, да, при всей своей самобытности такой довольно универсальный инструмент в том плане, что он рифмуется с разными стилями музыки, начиная от джазовой, эстрадной, и даже хаус-музыка сейчас активно продвигается с саксофонным сопровождением. Вы в этом смысле экспериментатор, вам интересно все шире и шире исследовать область применения вашего инструмента? Смотрите, дело в том, что, да, я играл и, в принципе, Брекер Стрит, и Кэрол Уиспер, то есть это клубная музыка. И вообще саксофон как бы в мире принято считать джазовым инструментом, но играя на инструменте, я ухожу от этого представления. Мои концерты, даже, кстати, вот на афишах написано, что это не джаз, это музыка любви. Поэтому я экспериментатор, да, сейчас саксофон используется в клубных программах вместе с диджеями и так далее. Да, это разносторонние инструменты, я с вами согласен. Сейчас я, наверное, больше сориентирован все-таки на любовь, на романтику, на влюбленных женщин. То есть это в преимуществе. А вот у меня вопрос про отношение музыканта и инструмента. Это всегда такая особая история, и знаю, многие профессиональные музыканты любят искать себе инструменты с какой-то особой историей, старые инструменты, там, 20-х, 30-х годов, что касается саксофонов. Вот джазмена очень ценят, да? Вот как у вас? Вы очень хороший вопрос задали, на самом деле. Даже возникает вопрос, вы случайно не играете на саксофоне? Дело в том, что, да, вы очень правильно заметили, музыканты, многие, особенно джазмены, они, да, много ищут, и все такое. Дело в том, что я сам переиграл на многих всяких инструментах, и вот сейчас я остановился на японском инструменте, на Ямахе. Замечательный инструмент, я получаю удовольствие, играя на нем. И, вы знаете, принято играть на саксофоне, ну, так, это классический уже, это французский сельмер. Вот, то есть люди играют на разных там инструментах, на, ну, сегодня итальянцы очень сильно вышли на рынок. Меня сопровождает в последнее время, случайно оказался у меня в руках японец, совершенно случайно. До этого у меня был буфе-крампон француз, старый, там, 50 каких-то годов, я уже даже не помню, 54-й, 55-й. Потрясающий был инструмент, но так сложилось, что теперь я играю на японском инструменте и, кстати, очень доволен. И, вы знаете, наверное, мои поиски остановились. Единственное, что я бы хотел вот сейчас себе взять уже, я думаю, что я созрел, взять себе Сельмер Марк 6. Это считается как бы в мире именно саксофонистов топ-ов-зе-топ. Как скрипка Страдивария. Ну, типа того, да, что-то типа того. То есть следующий мой шаг, я бы хотел взять вот эту дудку. Знаю, что ваша концертная артистическая деятельность началась в довольно раннем возрасте. Вы знаете, вы говорили, что лет 13-14 уже были первые опыты. Даже в 12. Да. Насколько вот с годами, с возрастом и с опытом меняется ощущение от общения и какого-то обмена энергии с публикой? Да я думаю, что оно, наверное, только возрастает. Потому что, когда выходишь на сцену в 12 лет, в 14, там, наверное, больше не обмен энергии, а, скорее всего, страх присутствует. Преодоление себя, да? Преодоление себя, да. Потому что сидит куча народу. И ты маленький вот такой вот вышел. Причем, рост-то я еще при Советском Союзе. Это сейчас дети, вон, выходят на сцену, по телевизору там ничего не боятся. Такие чудеса творят взрослые, могут просто позавидовать. А в мою бытность при Советском Союзе дети были очень стеснительны. Да, там приходилось именно преодолевать себя. Первое, когда я вышел на сцену, я просто плакал. У меня были слезы от страха. Я не мог играть. Я, кстати, играл на барабанах. Я начинал свою музыкальную жизнь как именно барабанщик. Это потом я уже получил образование и как барабанщик, и как саксофонист. Но вся моя жизнь начиналась музыкальная, именно с ударной установки. И первый мой выход – я плакал. А потом, конечно, я уже улыбался, потому что люди хлопали, получали удовольствие. Поэтому сейчас, когда уже выходишь на сцену, будучи зрелым, взрослым, опытным человеком, конечно, всегда есть чему учиться, и я всегда готов. И если я вижу кого-то, кто круче меня, а таких всегда ты встречаешь на своем пути, я всегда, мне никогда не стыдно подойти и спросить, слушай, а как ты это делаешь? Даже несмотря на то, что ты достиг какого-то уровня определенного, да, предела совершенства его просто нет. Так вот, ты, выходя сегодня на сцену, даришь людям то, чего не мог подарить в 14. Вот, и зритель, конечно же, реагирует по-другому. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, там идет такой теннис, ты им энергию шарик посылаешь туда, они тебе в ответ, браво, там, молодец, и они тебе в ответ теннис. Я говорю, спасибо большое, я вас люблю. Вот, да, это получается такой пинг-понг. Ну, кстати, не только в плане энергии, но и такое прямое взаимодействие со зрителями у вас происходит. Вы их и на сцену тащите. Это следствие вашей какой-то коммуникабельности природной? Вы знаете, мне это сложно сказать, потому что, наверное, да, у меня такая вот экспрессия, наверное, потому что я лев по гороскопу, и мне нравится входить на сцену. Наверное, это, ну, часть моего характера, я так думаю. Вот эта вот экспрессия, когда ты делаешь что-то такое, от чего люди просто в восторге. Как и большинство музыкантов, которые занимаются музыкой профессионально, нельзя сказать, что это только лишь профессия, это, как правило, всегда образ жизни, да? Но, тем не менее, музыка требует определенного отдыха от себя в вашей жизни. Бывают периоды, когда вы отодвигаете музыку на второй план? Знаете, я совершенно не умел отдыхать до тех пор, пока не познакомился со своей женой. Она меня научила отдыхать, говорит, Женя, ты все время работаешь, обожаешь. То есть у меня как? Несколько инструментов, да, то есть это саксофон, испанская гитара, блокфлейта, барабаны, перкуссии. И на всех этих инструментах надо все время заниматься. Так вот, когда я женился, жена меня начала дергать то Турция, то Испания, то там, ну, понятно, в Израиле что отдыхать, там живешь, там море, оно вот. И отдыхать от самого себя я, наверное, не склонен к этому. Я скорее это делаю, потому что надо, потому что этого требует семья. Да, мне нравится моя работа, мне нравится заниматься с утра до вечера. И слезть такая возможность, конечно, потому что есть какие-то обязательства семейные, которые ты не можешь отодвинуть в сторону, это просто, ну, даже не обсуждается. Вот, а так с удовольствием буду заниматься, играть, дудеть, танцевать, гитарить, флитить, барабанить. Есть у вас какие-то музыкальные места силы, может быть, какие-то страны или города, куда вы любите приезжать за вдохновением и за новыми эмоциями музыкальными? Я вам скажу, наверное, не только у меня, у многих музыкантов сегодня столица мира – это интернет. Сегодня ехать никуда не надо. Набираешь в Ютьюбе любое имя любого исполнителя, неважно, это будет 30-е годы, 40-е, 50-е, вот с тех времен можно сегодня в интернете найти любую музыкальную стилистику, вообще абсолютно любую, от самой простой до самой сложной. Сказать, что меня сегодня как поэта или писателя какого-то там вдохновляют поля, луга, моря и океаны, эти просторы, да, там, допустим, лесные просторы, я не могу, но впечатление по дороге я получаю огромное, да. А вдохновение, скажу честно, для меня музыкальная планета – это интернет. Знаю, что у вас не только исполнение музыки, но и написание музыки занимает какую-то часть жизни. Вот в вашей программе или, может быть, в каких-то, ну, вот в ваших других проектах уже есть место в вашем авторском произведении? Конечно. Я вам скажу, в Израиле написал замечательное произведение, я его назвал «Парадайз», ну, «Парадайз» – это рай переводится, да. У меня есть «Фаусто Папетти» «Парадайз», то есть на саксофоне я играю. И я также написал «Парадайз» свой, «J7 Paradise» на гитаре. А он в таком латинском стиле, таком немножечко. И также есть произведения, которые, ну, я думаю, что нельзя сказать прям, что вот это мое, я беру за основу какое-то произведение, накладываю свою импровизацию, потом можно ее записать, там, и так далее. Ну, и в результате получается нечто, то, чего уже придумал ты, прям вот по ходу, там, либо на репетиции, либо на концерте уже. Вот, бывают и такие моменты. А что касается фортепьяной музыки, знаешь, что-то тоже у вас писалось. Дело в том, что я писал в далекой юности, это была благодарность Богу. Ну, я писал, ну, начал, то есть у меня была задача, мы сдавали аранжировку, по-моему, если я не ошибаюсь, еще были в учебные годы, в далекие юные учебные годы, студенческие. И получилось так, что мне нужно было придумать какое-то произведение, написать на него аранжировку, и я что-то так его и не сделал. Я начал писать, сделал там куплет-припев, и на этом все закончилось. Вот, это все, вся моя история с роялем. Но пианино я сдавал, помню, экзамены сдавал, даже какое-то джазовое произведение, очень легенько играл такое. В советские времена был такой период, когда, неважно, на чем ты играешь, ты обязан был взять фортепиано. Хочешь ты этого, не хочешь, ты обязан был это сделать. И вот был такой момент, когда я взял, и нужно было для экзаменов там сделать одно произведение. Вот я взял его, выучил, и больше я ничего играть не мог на рояле. Ну, я думаю, ваши зрители вам благодарны за то, чтобы вы выбрали именно те инструменты, которые выбрали. Ну, надеюсь, да. Радуйте их слух. Поэтому спасибо, что поделились с нами разными интересными фактами. Спасибо, что были с нами. Спасибо за вашу оригинальность. Вы отличились в Углубе-Востоке от других журналистов своей небанальностью. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!